Накануне в администрации Ленского района провели совещание Комитета по чрезвычайным ситуациям. Участие в нем принял вице-премьер Якутии Виктор Амуков. Подробности далее. Традиционно в администрации района состоялось заседание при правительственной комиссии чрезвычайных ситуаций по подготовке к безопасному пропуску паводков вод на территории Ленского района, во главе с вице-премьером правительства Республики Саха-Якутия Виктором Амуковым. Первым закладом об ожидаемых сроках вскрытия и максимальных уровнях весеннего половодия на реках Республики выступил начальник отдела гидрологии Якутского управления по мониторингу окружающей среды Константин Кусатов, который рассказал, что пропуск паводковых вод ожидается в нашем районе позже прошлого года, но раньше многолетних значений. Толщина льда, определяющая объем и прочность ледяного покрова, по данным измерений на 10 марта, была повсеместно на 7,24 сантиметра меньше среднемноголетних значений. Специалисты Ленского бассейного водного управления считают необходимым сделать прохождение ледохода максимально безопасным, так как район первым в республике ожидает вскрытие реки. Сегодня запланировано обследование гидротехнического сооружения Дамба. На эксплуатационные затраты выделено порядка 11 миллионов рублей. По словам Иннокентия Андросова, работы по ее подготовке начнутся уже на днях. Подрядчик должен вести работу по содержанию нашей инженерной защиты. Отметка должна соответствовать проектной. Если где-то за эти годы, за сезон мы наблюдаем снижение уровня, то должны быть полностью дамы подняты до уровня 170 с половиной. Департаментом по водным отношениям проводится чернение по реке Ньюе в районе поселка Артанахар. В селе Обичинча проводятся научные исследования по водонасыщению поселка. На сегодняшний день Ленский район активно ведет подготовку к пропуску паводков вод. И самая главная задача, по словам вице-премьера правительства республики Виктора Амокова, избежать ситуаций подобных к 1998 и 2001 году. Стана Балеева, Денис Семенов, НВК Саха, Ленск.